А эта лекция больше о самых современных спорах внутри России о мировом порядке. Я назвал её «Бунтари прагматики» и «Новый российский спор», потому что речь идёт о том, каковы позиции, каковы предпочтения внутри внешнеполитической элиты в отношении того мирового порядка, который сложился, возник после окончания Холодной войны. Ну и контекст, главный контекст, конечно, сегодня – это неопределённость. Неопределённость внутри Соединённых Штатов с точки зрения формирования внешней политики, с точки зрения отношений в политическом классе и неопределённость внутри России тоже. По целому ряду позиций, по целому ряду показателей. Я об этом буду говорить чуть подробнее. Это неопределённость и, собственно, вызывает в жизни новый совершенно спор. У него есть свои корни, у него есть свои ноги, что называется. Но всё-таки это новый спор. Он вызван приходом к власти Дональда Трампа, избранием Дональда Трампа, целым рядом надежд, связанных с этим. Я бы хотел в качестве основных позиций представить вам четыре для дискуссии, для обсуждения последующего. Первая позиция, что в этом споре бунтарей, те, кто хотят радикальной реконструкции, трансформации, ломки, как хотите, называйте мирового порядка, и прагматиков, тех, кто выступает за осторожное реформирование, в этом споре пока всё-таки наиболее влиятельны прагматики. Они неоднородны, но в целом выступают за постепенное изменение этого мирового порядка. Вторая позиция, что Путин в основном находится на стороне прагматиков, хотя больше по необходимости, и хотел бы более глубоких перемен. Третья позиция, что эта ориентация самого Путина, она отражает и политику, она ведёт к политике. Эта политика наступательная, особенно на целом ряде направлений, как угодно называйте её, гибридная, асимметричная наступательность, но она, несомненно, есть и в информационной сфере, и в других областях. Сама сирийская операция – это попытка выступать с более наступательных позиций. Но в силу того, что Россия ограничена в своих возможностях, в ресурсах, в санкциях тоже здесь играет свою роль, это всё-таки более прагматичная позиция. И четвёртая позиция, что при определённых обстоятельствах и условиях мы можем двигаться в сторону от конфронтации, которая на сегодняшний день имеет место, к ограниченному сотрудничеству по ряду направлений. Но это очень сложное движение, и более вероятно всё-таки, что мы продолжим конфронтацию, хотя по определённым направлениям будут всё-таки сотрудничества по ряду вопросов. Вот то, о чём я хотел бы говорить. Сначала я хотел бы говорить об условиях формирования внешней политики со временем Трампа. Второе – о позициях, о спектре позиций. Третье – собственно, о Кремле и политике Кремля. И четвёртое – о перспективах, о том, чего мы можем ожидать в связи с этим. Что касается условий, то, на мой взгляд, надо говорить о двух, по крайней мере, о сдвигах внешних сдвигах и о двух внутренних условиях. Вне страны, вне России на сегодняшний день. Что особенно существенно, что влияет на внешнеполитический курс – это две вещи. Во-первых, это вызов западному либерализму. Внутренний вызов западному либерализму, который исходит изнутри самого Запада. И это не только Брексит, прошлогодний референдум Британии о выходе из ЕС. Это целый ряд процессов внутри самого Евросоюза. Макрон победил, как вы знаете, а популисты, националисты, как угодно называть, и проиграли во Франции. Но интересно то, что и сам Макрон – представитель не основных партий. Это новое явление, которое сложно ещё пока схватить и сформулировать. Само избрание Дональда Трампа – это тоже результат этого же процесса вызова западному либерализму изнутри. Это отражение общих настроений неудовлетворённостью к тем мировым порядкам, который возник, либеральной глобализацией, связанной с открытостью экономики, с открытостью миграционной и так далее. Вы знаете о том, что это одни принципиальные позиции Трампа – ужесточать в этом отношении иммиграционный режим и более протекционистские сдвиги и политику уводить. Это первое. Второе – это не столько даже ценности, сколько, собственно, материальное снижение роли Запада относительно роста других держав. Прежде всего Китая и Индии. Россия – это более сложный вопрос, потому что там есть и то, и другое, и вызовы, и упадок тоже. Но Китай и Индия – это очевидно. И в целом мы вступаем в мир в результате этих процессов, в мир, в котором национализм и региональные процессы, всё более и более концентрация и политики, и экономики, и военно-политических процессов на региональном уровне, становится фактом. Внутри страны, внутри России, вот одна из идей, о которых я говорю тоже студентам, что российская внешняя политика формируется в зависимости от того, есть ли внутри страны ощущение силы или ощущение слабости. И это именно восприятие, восприятие руководства. Это не обязательно отражение реальных процессов, реальных экономических процессов. Вчера мы говорили, например, о восприятии ситуации после окончания войны в Сталином и людьми вокруг него. Страна потерпела с материальной точки зрения колоссальные потери, не только людские, но и инфраструктурные, по крайней мере, 10-ти процентное снижение экономики. Тем не менее, было ощущение победы, было ощущение подъема, было ощущение внутренней силы, которая, в конце концов, внесла свой вклад и в конфронтацию с Западом, и в конечном счете, начало холодной войны. Вот сегодня российские условия – это сочетание силы и слабости. Сила связана с ощущением уверенности в результате пост-крымского консенсуса. Эта реальность пока еще играет свою роль. С внешними политическими успехами, не только в Сирии, но и в других местах, есть ощущение, что страна может отстаивать свои позиции, не глобально противостоять, но тем не менее защитить важные для себя позиции. И есть новые идеологии, которые все больше и больше сплачивают сегодняшний день общество. Эта идеология, ее можно называть по-разному, но это, во всяком случае, не старые слова о том, что мы часть Европы и мы часть Запада, а это попытки сформулировать идеологию самодостаточности, государство, цивилизация, как угодно ее можно называть. Мы можем об этом говорить подробнее, но идеология в данном случае тоже способствует какому-то ощущению недельства. И, конечно, есть популярность Владимира Путина. 80% — это крайне редко и беспрецедентно. Но это основания уверенности в себе, и они больше субъективны, как вы видите. А есть и объективные основания, которые тоже отражаются в восприятии лидерства, и это прежде всего уязвимость экономическая и уязвимость терроризма. По обеим позициям Россия остается в сложном положении, экономически, в том числе, хотя и не столько в результате санкций, ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на официальные заверения. Жизненный уровень падает, и он довольно существенно упал только за последние несколько лет. И люди это чувствуют в последней своей прямой линии. С Россией президент Путин тоже говорил о том, что у нас существенно выросла бедность. Но в целом мир, как мы уже сказали, это постепенный сдвиг власти, который продолжается на сегодняшний день, снижение относительного авторитета в глобальном масштабе Соединенных Штатов и в результате внешней политики, которая проводилась, по крайней мере, с начала вторжения в Ирак. Это нарастание соперничества на региональном уровне и в глобальном уровне, и это борьба за новые сферы влияния. То, что недавно оказалось невозможным, сегодня факт, сегодня реальность. Возобновилась борьба за сферы влияния на Ближнем Востоке. То, что происходит сегодня в Сирии, это, по крайней мере, отчасти можно воспринимать как борьбу за сферы влияния, за будущий передел Ближнего Востока. Но это не только Сирия, это, естественно, Восточная Европа, это Балканы, это Прибалтика, это Южно-Китайское море. И это общее ощущение нестабильности, потому что исторический опыт таков. За последние, по крайней мере, 200 лет смена миропорядков сопровождалась столкновениями крупных держав, войнами. Так возникала Венская система, так возникала Берлинская, Версальская, Ялтинская системы международных отношений. Они в результате проходили через наполеоновские войны, как вы помните, Крымскую, Первую, Вторую мировую. Поэтому ситуация довольно сложная. Есть масса новых вызовов. С точки зрения России мы продолжаем жить формально в Ялтинской системе. С точки зрения США это не так. И это и обуславливает колоссальный тренинг. А избрание Дональда Трампа ставит опять ситуацию перед новыми. Это проблема того, как Соединенные Штаты будут строить отношения в отношении Китая. Будет ли это только сдерживание, как это изначально об этом говорилось. Или это будет нечто более серьезное. Или это будет, наоборот, партнерство. Это проблема Ирана. Это проблема укрепления ПРО. Это, наконец, экономические блоки, протекционизм. И это проблема та же ценности. Потому что это проблема ценностей сегодня. Либерализм с одной стороны. А с другой стороны великая держава, традиционные ценности. Америка ферст и так далее. Это конфликт сегодня уже внутренний. Это конфликт внутри страны. И восприятие России в связи с этим. Видение России как главной угрозы. Это очень часто воспринимается, в том числе и в России, не столько как смысл внешней политики, сколько как повод для того, чтобы все-таки решить вот эти внутриамериканские, внутриполитические проблемы. Найти консенсус. И отсюда перехлестывающие через край оценки, крайне преувеличенная роль России и возможности России. Еще недавно Америка говорила уверенно, что мы победили в холодной войне, Россия проиграла. А сегодня настроение совершенно другое. Что нашу победу у нас отобрал Путин на сегодняшний день. Что он развязал против нас электронную хакерскую войну, и мы в этой войне проиграли. Я вам один только пример приведу, и пойдем дальше. Это цитата из статьи Майкла Макфолла, Вашингтон Хокст, в которой он сравнил хакерские атаки со стороны России с действиями, с нападением на Пёрл-Харбор и терактами 11 сентября. И предупредил, естественно, возможности их новой агрессии. Другой историк сказал, что да, это правомерное сравнение, и что нас не только атаковали, но мы уже проиграли эту войну. Вот это и есть то, о чем я говорю, о преувеличении роли России для решения целого ряда внутренних проблем. И это осложняет проведение и внешней политики, и в том числе решение проблем в отношениях с Россией. По крайней мере, можно говорить о трех позициях, которые сформировались со времени выборов в США. Это в основном истеблишменты, основные позиции в истеблишменте. Во-первых, есть либералты, люди, которые наследуют первому министру внешней политики России Андрею Козыреву и в целом разделяют его убеждения, хотя согласны с тем, что было сделано множество ошибок. Но в целом исходит из того, что идеальный для России мировой порядок это все-таки евроатлантическая роль в этом мировом порядке. И когда Россия, во-первых, великая держава, а во-вторых, часть этого евроатлантического мира, часть большого треугольника. Во-первых, США, во-вторых, Европа и в-третьих, России. С этих позиций можно выстраивать новую модель мирового порядка через институты и дипломатию, прежде всего, а не через вооруженные решения конфликтов. Это и критика и Соединенных Штатов, с одной стороны, и критика ошибок и уступок Козырева, с другой стороны. Поэтому следует активизировать дипломатию для сотрудничества с либеральным Западом. Запад есть и будет, и США останется, если не сверхдержавой, то важнейшая держава мира. Нет смысла ссориться со стороной, которая будет во многом определять будущее мирового порядка. Необходимо воздержаться чрезмерно опасных провокационных наступательных мер. Они могут только обострить ситуацию. Это, в общем-то, позиция, которая присутствует. Ее влияние снизилось, но оно заметно на сегодняшний день. В частности, это среднее звено МИДа. Это люди, которые продолжают традиции не только Козырева, но и Игоря Иванова. Сам Игорь Иванов сегодня возглавляет довольно важную структуру, которая участвует в внешнеполитических спорах. Российский совет по международным делам. Это отчасти системные либералы. И не только Кудрин, но и люди в правительстве. Поэтому эти голоса заметны, они слышны, и они играют свою роль. Вторая группа – это прагматики, о которых я уже говорил. Люди, которые во многом связаны интеллектуально с Евгением Примаковым и сегодня с Сергеем Лавровым. Для них идеальный миропорядок – это не Евроатлантика. Евроатлантика – это вчерашний день. Для них идеальный миропорядок – это глобальный концерт держав. Либо многосторонний, либо трехсторонний. Сегодня часто говорят о треугольнике – США, Китай и Россия. Россия в этом мышлении – тоже великая держава и часть глобального концерта, которая реализует свои цели через дипломатию и через демонстрацию асимметричной наступательности, через демонстрацию возможностей, которые у нее есть, в том числе и подрывая позиции Запада внутри. Не столько для того, чтобы нанести Западу решающий удар или поражение, сколько для того, чтобы улучшить позиции в переговорах. Грузия, Украина, Сирия и прочие информационные атаки в этом отношении можно осмысливать, воспринимать, как попытку договориться, но с позицией силы. И это во многом сегодня официальная позиция, хотя, конечно, вам открыто никто не признается, потому что Россия осуществляла такого рода атаки и прочее. Но официально и МИД, и целый ряд структур будут настаивать на том, что Россия имеет полное основание, полное право отстаивать свои позиции, у нее широкий набор средств в связи с этим. И Россия будет демонстрировать свои возможности, хотя окончательная и конечная цель не подорвать мировой порядок, а добиться того, что интересы и ценности России будут учитываться полноправно. Разговор может вестись только с позиции равенства. Если вы хотите младшего партнера России, то вам 90-е годы. 90-е годы закончились раз и навсегда. Это наиболее влиятельная сегодня позиция, насколько я могу судить. И третья позиция – это те, кого я назвал бунтари, те, кто только частично наследует Примакову, но на самом деле гораздо ближе к радикальным евразийским идеям. Евразийцы тоже неоднородны, но есть более-таки радикальные позиции и имперского национализма. Для них идеальный миропорядок – это не глобальный концерт и не Евроатлантика, а это биполярность. Это биполярность с точки зрения геополитического равновесия и с точки зрения ценностей. Должно быть создано два блока. Да, Россия сегодня не в состоянии удерживать и сдерживать США, но в союзе с Китаем она в состоянии создать новый закрытый блок. Вопрос военного союза – только вопрос времени. США и Запад создадут свой, создастся новое двухполярное равновесие с относительно закрытыми блоками. Россия будет великой державой вне западного мира и по всему миру в глобальном отношении наша задача будет состоять в том, чтобы сдерживать Запад и его движение в нашу сторону. Чем более самодостаточны мы экономические, политические от Запада, тем лучше. Эта позиция тоже представлена и в официальных структурах, и части спецслужб, и неформальной организации. Я вот вам назвал, в частности, среди прагматиков истебрешмента не только МИД, но и Совет по внешней оборонной политике, и Валдайский клуб отчасти. Здесь есть такая организация, о которой я сегодня говорил своим студентам, которая называется Изборский клуб. Кто-нибудь слышал об этой организации? Это организация, которая была создана во многом в противовес Валдайскому клубу. Валдайский клуб был создан в начале 2000-х годов для того, чтобы налаживать отношения с Западом, для того, чтобы приглашать западных экспертов, для того, чтобы был диалог, для того, чтобы было больше взаимопонимания, и сегодня это форум, в котором существуют разные позиции, но есть и основная линия. И эта линия державная, и эта линия все-таки на то, чтобы договориться с Западом, но учитывая российский интерес. Изборский клуб создавался как противовес этому клубу, и там представлены все основные, более радикальные позиции внутри православной церкви, внутри евразийского движения, внутри экономической элиты, в частности, советник Владимира Путина по экономическим вопросам Сергей Глазьев, который выступает за более радикальную экономическую политику, он тоже член изборского клуба. Вот это основные позиции. Как они менялись за последние полтора года? Во-первых, было время избирательной кампании в США до прихода Трампа к власти. На этом этапе либералы, я служу частично по публикациям, частично по личному общению, по интервью, в основном поддерживали Хиллари Клинта. В основном мы исходили из того, что да, это проблема для России, это серьезная проблема для России, но это реальность, и, по крайней мере, это человек, с которым мы раньше имели дело. У нас есть ощущение предсказуемости определенной. Нам будет сложно вести диалог с этим партнером, но этот диалог возможен, и лучше ставить на ту лошадь, которая известна, скажем так. И Иванов, и Куртунов из Российского Совета по международным делам поддерживали эту позицию, и она, в общем-то, публично. Вы найдете эти статьи. Была позиция прагматиков, которые исходили из того, что для России плохо и то, и другое. Нам не важно, на самом деле, кто придет в власти, нам плохо будет в любом случае. Вот Федор Лукьянов, который представитель тоже этой позиции, вчера написал колонку в российской газете, где он сказал, что предстоящая встреча Путина и Трампа в будущем месяце, по сути дела, принципиальное дело не меняет. От нас хотят добиться того, чтобы мы сотрудничали по отдельным направлениям, но со своих условий, со своих позиций. Мы это уже видели при бараке Обаны. Мы знаем, куда это ведет. Ничего хорошего из этого не получится. И бунтари делали ставку на Трампа. Делали ставку на Трампа именно потому, что Трамп обещал, как им казалось, принципиально взорвать мировой порядок изнутри. Затем эта позиция начала меняться, когда Трамп был инаугурирован и стал президентом, и когда стало очевидно, что он чрезвычайно ослаблен внутренне, что он не в состоянии проводить ту политику, которую он хотел бы. И когда начались удары по Сирии в марте месяце, это было воспринято именно как попытка Трампа найти какие-то связи с эстеблишментом, который стремится потопить его. Вот тогда либералы и прагматики объединились, по сути дела, на сегодняшний день в один тагерь и настаивают на том, что позиции России сейчас в том, чтобы держать дистанцию, держаться подальше от этого всего. И дай Бог попытаться договориться с этой страной, с этим президентом. Никакая большая сделка проблема для нас не решит. Против большой сделки, говорил Лукьянов. И нам не стоит даже встречаться, говорил другой представитель этого лагеря, Сергей Караганов. Какой смысл встречаться? Мы все равно ни о чем не договоримся. Крайне разочарованные были бунтари в этой ситуации. Те люди, которые всячески голосовали за Трампа, поддерживали его. Я сейчас не говорю об общественном мнении. Кстати говоря, общественное мнение по-прежнему очень высоко высокие надежды возлагает на Трампа. Буквально вчера был интересный опрос в Pew Foundation, наверное, некоторые из вас видели. И Россия просто big outline по сравнению с другими странами. Огромные надежды на Трампа, даже больше, чем во времена Джорджия, больше младшего, в лучшее время. Но бунтари крайне разочарованы. Этот лагерь тоже расколот. Кто-то уже надежд никаких не питает. полностью вывел свою поддержку из этой политики. А кто-то готовится и выжидает. Надежды сохраняет. Что делать? Как смотреть на развитие ситуации и дальше? Есть по крайней мере две позиции. Одна позиция это вот бунтари и часть прагматиков, которые говорят о том, что России необходимо готовиться к новому наступлению и к новой конфронтации. Наступательность это единственный путь, который помогает России сохранить позиции, отстоять международные позиции в Сеуле. Участие в украинском кризисе, конфликт в Сирии, информационное противостояние. Это необходимость показать, что мы держава, отстоять страну вопреки западным санкциям. И это единственный способ ослабить Запад изнутри. как только мы останавливаем наступление, как в том велосипеде, если вы прекращаете крутить педали, вы падаете. Так и здесь. Логика такая. Историческая тут параллель, идеальный концерт, как я уже с вами говорил, это глобальный концерт держав, это Венский конгресс, вот, если вы читаете Россия в глобальной политике, это журнал эстеблишмента, который представляет самые разные позиции. Там было несколько статей на эту тему. В частности, Сергей Караганов писал о том, что Венский концерт держав, это оптимально сегодня в глобальном масштабе. Прагматики считают, что ничего из этого не получится, как я уже сказал, поэтому нужно уходить в относительную изоляцию. Настолько, насколько это возможно. Сотрудничать не получится, у нас очень мало общего в связи с этим. Конфронтация контрпродуктивная и в России нет ресурсов двигаться вперед в этом направлении. Поэтому нужно вспоминать старые исторические параллели Александра Горчакова после Крымской войны и нужно пытаться исходить из того, что у нас есть время. На самом деле нас не собирается никто оккупировать. В лучшем случае возникнут новые коллизии между Соединенными Штатами и Китаем, что Трамп будет бодаться с другими крупными державами. На этом фоне нам нужно решить свои проблемы. Нам нужно решить серьезные очень экономические проблемы, заняться внутренними реформами. Когда-то этим же самым занимался Александр Второй после Крымской войны. Нам необходимо снизить накал информационного противостояния. Нам нужно укрепить внутренние ценности, этническое многообразие государственного управления, развитие семьи, образования, вкладывать в науку и создавать новую модель экономического развития, потому что старая модель, основанная на энергетических наступлениях, энергетической сфере державы, как тогда называли, она ушла в прошлое. Дальше это работать не будет. Вот как это видится в основном сегодня в России. я еще скажу несколько слов о позиции Кремля и о перспективах и тогда мы можем перейти к обсуждению. Позиция Кремля в целом все-таки по-прежнему наступательность, имея в виду ограниченность России, наступательность асимметричная, не признаваясь очень часто в том, что делается как в информационной области, так и в региональных структурах, но осторожная все-таки в этом отношении позиция и при этом открытость поиском партнерства там, где это возможно. Сохраняется и довольно значительная симпатия Путина к Трампу. Эта симпатия проявилась неоднократно во время выборов, она и сейчас есть. Готовились, насколько я понимаю, к победе Клинтон, но одновременно надежд не теряли на то, что все-таки победит Трамп. И другая важная характеристика крайний прагматизм в выборе средств воздействия. В сегодняшний день Тон уже другой в отношении с Соединенными Штатами. Если вы за этим следите, то вы заметили, как изменился Тон. В частности, во время прямой линии с президентом недавней, когда это было неделю тому назад, Путину задали вопрос о русофобии. Те, кто из вас смотрел, те, возможно, помнят. Тон был очень и очень осторожен. С одной стороны, поддержка тому, кто задавал этот вопрос, потому что русофобия есть, она играет огромную роль сегодня в американском эстеблишменте, но с другой стороны, ее не следует преувеличивать, у нас есть много других возможностей, мы ответственны за поддержание мира, и мы должны искать возможности договориться. это сама позиция в общих чертах. Второе, это на что опирается эта позиция, это в целом довольно широкая все-таки коалиция. Во-первых, это державники, о которых я вам говорил, те, кто выступает за наступательную линию, у них есть свои опоры и в силовых структурах, и в военно-промышленных структурах и в МИДе. Во-вторых, это либералы-западники, системные либералы, которые хотели бы видеть Россию в качестве великой державы, но на других основаниях, но по крайней мере на позиции великой державы есть согласие. И третье, это те, кто поддерживает идею России как самостоятельной цивилизации, России как страны самобытной, как страны, которая не является частью Европы, как страны, которая представляет собой свою систему ценностей. Это целая традиция тоже этого мышления с корнями не только в евразисте, но и в славянофильстве и даже в XVIII веке и раньше. Эта традиция тоже сегодня оживлена, активизирована и в опоре на эту традицию и на эти идеи Путин выступал неоднократно последние по крайней несколько лет с этими позициями, цитировал людей от Ивана Ильина, философа Ивана Ильина, до Александра Солженицына, Константина Ливонтьева, формулируя в целом идеологию, что Россия другая, она отличается. Ливонтьев очень важная фигура, это человек, который в огромной степени повлиял на евразийства, сначала через Данилевского, а потом и, собственно говоря, на князя Трубецкого и других. Поэтому это знаковые фигуры, сегодня они тоже способствуют оживлению этого движения внутри России, тоже есть масса клубов, неформальных клубов, которые влияют на внешнеполитическое сообщество, и у которых есть, как это водится всегда в России, свои патроны в Кремле. Кремль крайне сложной структурой, нет единой позиции в Кремле, если вы уходите за пределы Путина, то там есть, как принято говорит в России, не одна, а несколько башен. Разные башни в Кремле поддерживают разные голоса. Есть какие-то связи у Дугина с Кремлем, есть какие-то связи у имперцев-националистов с Кремлем, есть какие-то связи с Кремлем у людей, которые группируются вокруг изборского клуба, вокруг журналов политической аналитикой и русской идеи. Это целая сеть, о которой нужно рассказывать отдельно, и это довольно тоже интересно. Это пока, по крайней мере, довольно широкая коалиция. Пока гром не грянул, есть определенная поддержка этому движению к диалогу с позицией российских интересов и ценностей. И, как я уже говорил, Путин интуитивно все-таки стремится преобразовать этот мировой порядок более радикально, но понимает, что возможностей таких нет, и демонстрируя в этом осторожность, он все-таки ближе к прагматикам в этом отношении. Он крайне разочаровался в Трампе по многим причинам, как вы понимаете. Он очень разочарован тем, что внутри страны, внутри США нет единства, есть разрыв, по сути дела, ценностей, который препятствует возможности формулировать внешнюю политику. Он надеялся на то, что если Трамп избран, то можно будет выстраивать новые отношения, учитывая взаимное понимание. Потому что Трамп и Путин по крайней мере говорят на одном языке. Этого не было раньше. Ни Барак Обама, ни Хилари Клинтона, ни предшественники не понимали, чего хочет Путин. Путин хочет примерно того же, что и Трамп. И это во многом, конечно же, осложняет отношения, потому что это великодержавные столкновения, это опасность конфликтов и прочее. Но по крайней мере есть понимание, что мы хотим национализма, мы хотим новой великой державы, Америка ферст, Раша ферст, Терки ферст и так далее. Это целая серия новых националистических держав, и это возможность договориться на этом основании. Ценности либеральной демократии, права меньшинств, хукиерс, отношения такое, это не наше. Трамп, как вы видите, тоже не сильно замечен в поддержке этих ценностей. Интересно, что когда Тилерсон, Рекс Тилерсон, глава Госдепартамента, ездил в Москву, первый вот его визит, очень важный визит, потому что это состоялось после атак Трампа в Сирии, очень напряженная атмосфера была, но интересно, что Трамп проинструктировал его ни в коем случае не встречаться с радикальной оппозицией Путин. Это то, что раньше было в порядке вещей. Раньше и Барак Обама, и президент Буш-младший приезжали встречаться с руководителями в Кремле, но одновременно проводили встречи с представителями так называемого гражданского общества. И, как правило, в этом гражданском обществе были представлены все-таки симпатизирующие западу организации. Нередко их приглашали в посольство американское. В то время как националисты, вот эта часть спектра, о которой я вам сказал только что, радикальный национализм евразийства и прочее, с ними диалог американцы не вели. Кремль сделал свои выводы. Против нас развязана война, война ценностей, от нас хотят смены режима в конечном счете. И то, что Трамп не пошел по этому пути и инструктировал Тириосом не встречаться с этими людьми и с Навальным и прочим, заметили, и это, конечно же, играет тоже свою роль. В этом смысле общее понимание существует. Есть разочарование, потому что нет встреч. Трамп, как вы помните, хотел встретиться с Путиным даже до инваборации. Был такой разговор. Есть только несколько телефонных разговоров вплоть до последнего момента, до позавчерашнего дня. Не было понятно, состоится ли встреча. Сто процентов до сих пор непонятно, состоится она или нет. Все вот эти споры внутри Белого дома о том, как встречаться с Путиным, они хорошо известны. Сегодня это, как говорится, часть общественного знания. Россия об этом знают и пишут, о том, что на Трампа оказывают давление изнутри. Не встречаться с Путиным в общем формате, Трамп хочет, Трамп горит желанием, но ему говорят, только закрытые встречи, только встречи за закрытыми дверями. Это тоже, конечно же, не способствует тому, чтобы надежды развивались в отношении Трампа. Плюс к тому, никто не отменяет санкции наоборот, введены новые санкции, никто не оказывает давление на Украину, несмотря на крайне сдержанный все-таки прием Петра Порошенко, все-таки он принят и все-таки в основном речь идет о том, что Россия является нарушителем минских договоренностей на Украину, никто не оказывает явления, давит только на Россию. Это тоже разочаровывает. Ну и, наконец, Сирия. Очень и очень опасный участок в отношениях России и США. Но надежды, безусловно, есть. Путин человек очень терпеливый, это показано практикой, и он по-прежнему надеется, что он сможет все-таки выстроить какой-то диалог с Трампом. И есть какие-то позитивные сигналы, как я уже сказал, такого рода надежды есть. Что касается общей политики российской, то она и связана с вот этим убеждением. Это попытки наладить связи с Трампом, это ожидание консервативного партнерства. Путин говорит не только о том, что Россия отдельная цивилизация, но и о том, что мы консервативная держава. Россия основа консервативных ценностей в мире. Мы за статус-кво, вы за поддержание стабильности, это вы ревизионистская держава, а не мы. Вы навязываете нам какие-то чуждые ценности, а вы стоим за традицию, за то, на чем испокон веков стояли великие державы, нации, государства. Это ценности традиционной семьи, это державность, это патриотизм, это консервативная традиция. В отношении европейских стран это двухуровневая политика. С одной стороны, это, безусловно, попытки вмешаться внутри страны на стороне националистов для того, чтобы опять-таки иметь возможность договариваться о будущем, но одновременно второй уровень это поддержание, постоянное поддержание диалога с теми, кто у власти. Даже с Ангелой Меркель, Ангелой Меркель это сегодня во многом Европа, это доминирующая держава, у нее очень сложное отношение с Путиным, но она приезжает в Сочи, Путин ездит туда, и диалог ведется постоянно, и по телефону, и напрямую. Ну и очень важно то, что состоялась встреча с Макромом, и встреча прошла очень и очень хорошо с точки зрения России. Идет линия на сдерживание НАТО теми же самыми асимметричными и крайне рискованными, крайне опасными методами, речь идет не только об облетах самолетов, но и о дислокации вооружений. По-прежнему идет развитие, всяческое развитие отношений с Китаем, надежды на это сохраняются, хотя не так быстро и не на тех условиях, на каких надежды были изначально. Изначально, после украинского кризиса было очень много разговоров о том, что мы полностью разворачиваемся в ту сторону, совершенно понятно, что ничего из этого не получилось, но движение есть, и оно будет идти и дальше. Одновременно, практически по всем направлениям на Ближнем Востоке, и это сегодня такая уязвимая точка в глобальной политике, наряду с Балканами, с Восточной Европой, с Южно-Китайским морем, по-видимому, в будущем со Средней Азией и, конечно, с Афганистаном, там делается все для того, чтобы застолбить новые возможности, новые сферы влияния. В Ливии, в Йемене, естественно, наращивание влияния, в Сирии, в Турции, диалог, хороший очень диалог, с Египтом и с Израилем и укрепление отношений с РАМ. Нет ни одной страны сегодня на Ближнем Истоке, у которой не было бы нормальных, по крайней мере, рабочих, а нередко и довольно хороших отношений с Россией. Ну и в Евразии больших успехов нет, но стремление все-таки оживить Евразийский Союз через сотрудничество с Китаем. Когда Китай предлагает «Щелковый путь», проект «Щелкового пути», то надежда во всяком случае заключается в том, что Евразийский Союз войдет в этот проект, укрепит российские возможности экономические, потому что политические и военные они уже есть, и на этом пути Россия сможет интегрировать тоже те страны, по крайней мере, которые сегодня хотели бы войти в Евразийский Союз. потому что есть проблемы и в отношениях с Белоруссией, и в отношениях даже с Киргизией и с Арменией. Ну вот я подхожу к последней части. Ситуация очень и очень подвижная, ее сложно анализировать, нестабильность внутри США, новые санкции, новые попытки диктовать России в качестве переговорной позиции внутри России выязвимость и одновременно ощущение, что мы можем продолжать ощущение уверенности. Очень сложно прогнозировать в связи с этим, конечно же, сохраняется возможность новой конфронтации, нового витка конфронтации. И вот новые санкции США, новые попытки изолировать Россию, все это осложняет ситуацию. Но в то же время это не так просто будет осуществить дальнейшие санкции, дальнейшие попытки изолировать Россию. Почему? Потому что и, собственно, внутри США нет прежнего единства, и в Европе нет прежнего единства. Проблема санкций в части в том, что чем дальше, тем больше мы видим сопротивление этим санкциям со стороны европейских компаний. Очень трудно назвать Россию напрямую и заключить ее в качестве агрессора, потому что многое из того, что делается, делается, как я уже сказал, скрыто, асимметрично. И в целом мир меняется в другом направлении. То, что мы те 20 лет, которые мы живем после окончания холодной войны, воспринимается сегодня, чем дальше, тем больше, как аналоги. А то, что мы сегодня входим в новый мир, это и есть новая нормальность. Поэтому в этой ситуации предсказывать довольно сложно. Возможно, ограниченное партнерство в целом ряде областей. В Сирии возможно, в конце концов, сделка по Украине, скажем, не поставки оружия и прямой диалог между Россией и Украиной и разведение сторон на основе ОБСЕ, это то, что могло бы быть какой-то основой для диалога. Возможно, какие-то договоренности по Восточной Азии, Северной Корее. Постепенно мы будем двигаться в сторону нового мира порядка, но пока, по крайней мере, ближайшие десятилетия, это будет push and pull, это будет поиск новых каких-то правил. и мне кажется, что вот и встреча, которая состоится в следующем месяце и последующие встречи, это будет попытка все-таки договориться о том, что же составляют эти красные линии, где проходят сферы влияния, потому что пока нет даже четкости в этом вопросе. Эти красные линии, сферы влияния, они образуются в результате столкновения, в результате каждый раз рискованного поведения и новых кризисов. И только через кризисы может быть найден какой-то modus vivendi, как говорят. А в России говорят методом проб и ошибок. Меня просили говорить примерно 40-50 минут, вот так и получилось. Спасибо за внимание. Спасибо.